Приветствую всех на моем канале. Сегодня, 9 октября, в 16 часов ровно стартовал матч в рамках седьмого тура отборочных игр чемпионата мира по футболу 2022 между командами Казахстана и Боснии и Герцеговины. Этот матч только что завершился со счетом 2-0 в пользу боснийских футболистов. Казахстанцы устоять не смогли. Хоть и играли у себя дома на стадионе Астана-Арена в Нур-Султане, но не получилось. Так иногда бывает. Да и команда Боснии все-таки будет поопытнее, это все знают. Казахстанцы стали играть последнее время хорошо и не боятся никакого соперника, но вот еще нет чего-то. Но они настойчивы в своих планах и, я думаю, добьются успехов, может не совсем больших, но все-таки. Они умеют это делать и не стоят на месте, а двигаются только вперед и только по-мастерски. Пожелаем им удачи и успехов. Так, ну а что с игрой? На 25-й минуте матча соперник в лице боснийцев Смаил Привляк забивает головой первый мяч в ворота казахстанцев и открывает счет. Затем продолжается затяжная тишина, футболисты стараются загнать мячи, но они не идут никак и тут на 66-й минуте тот же нападающий Привляк из команды соперника Боснии с навеса Стивановича с подачи Джока пробивает второй мяч в угол ворот. И это уже последний гол матча. Счет так и остается до конца игры 2-0. Победа Боснии. Теперь сборная Боснии в пяти матчах набрала 6 баллов и поднялась вверх на второе место в группе Ди, тем самым опередив украинцев, которые на пятой позиции. Казахстанцы перешли на третью позицию. Вот такая рокировка произошла. Неплохой матч, очень даже неплохой. Было интересно и нервозно наблюдать за игрой. Ведь мы же так болели за Казахстан. Ничего страшного, будет еще и на вашей улице праздник. Сборная Казахстана будет встречаться в следующем матче со сборной Финляндии 12 октября снова у себя в Нур-Султане в 17 часов ровно. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего хорошего. До новых встреч.